Правительство приняло общенациональный план по посланию Тукаева. Чаще всего на заседании звучало слово «будет». Так будет разработана концепция управления государственными финансами. Будет определен основной госорган для единого контроля над ценами по цепочке от производителя до потребителя. В целях оказания комплексной сервисной поддержки инвесторам будет создана национальная геологическая служба. И, наконец, будет разработан законопроект о возврате в экономический оборот замороженных залоговых активов. Судя по бодрым отчетам, планов у Кабмина громадье. Но никаких деталей министры не озвучили. Только планы. В сфере здравоохранения будет ускорено приобретение вакцин, зарегистрированных ВОЗ. В сфере образования планируется организовать переобучение учителей раз в три года. Будет оказана всесторонняя поддержка талантливых детей и педагогов, воспитавших их. Предусматривается предоставление грантов, единовременных денежных премий, призером международных предметных олимпиад. Для развития городов будет разработан закон о развитии агломерации. Планируется провести газификацию и перевести на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов в среднесрочной перспективе. В рамках нацпроекта развития регионов в течение пяти лет все города и села будут обеспечены чистой питьевой водой. Кроме того, предусматривается переформатирование действующего механизма выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны. Не забыли и про политику. Так, законодательно закрепляются нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также будет расширен перечень квотируемых категорий граждан. Что касается культуры, планируется разработать план практических мер, направленных на продвижение талантливых представителей новой культуры. Будет рассмотрена даже возможность создания фонда поддержки креативной индустрии. А для будущих пенсионеров будут предоставлены возможности перечисления части пенсионных отчислений выше порога минимальной достаточности на счет водпаса банк для приобретения жилья. Кстати, в Кабмине пообещали, что зарплаты вырастут. Будет увеличена минимальная зарплата до 60 тысяч тенге с января 2022 года. Предполагается ежегодное увеличение зарплаты отдельным категориям гражданских служащих на 20 процентов с 2022 года до 2025 года. Но в Кабмине не уточнили, откуда возьмут деньги. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса Казахстан изъял из нацфонда и перевел в республиканский бюджет 6 триллионов тенге. Это более 13 миллиардов долларов. Кроме того, страна впервые в истории привлекла внешние займы на покрытие дефицита бюджета, заняв свыше полтора миллиарда евро у Азиатского банка развития. Не сказали в Кабмине и про рабочие места. По оценкам независимых экономистов, когда у граждан нет стабильных доходов, они вынуждены брать кредиты, чтобы хоть как-то перебиться. А пока 75 процентов всего населения старше 18 лет являются долговыми рабами у банковского сектора, либо у микрофинансовых организаций. Кредиты берутся даже на еду. Бауржанше Ахмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.